МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала программа Калейдоскоп. И сегодня, как обычно, мы расскажем вам о самых интересных и ярких событиях, которые привлекли наше внимание на минувшей неделе. 15 августа в нашей стране отмечали свой профессиональный праздник представители одной из самых романтичных, по мнению обывателей профессии, археологи. А буквально за пару дней до этого на городище Старая Рязань прошел историко-патриотический фестиваль, в котором ученые-археологи их исследования сыграли далеко не последнюю роль. За пару дней до профессионального праздника археологами Старой Рязанской экспедиции при расчистке фундамента Спасского собора была найдена бронзовая булава. По мнению ученых, это оружие не могли потерять или выбросить. Так что, скорее всего, утеря булавы связана с событиями 1237 года, с разорением рязанских земель войсками Золотой Орды. Это вещь очень статусная. Обычный воин, даже какой-то знатный воин не мог себе позволить такой предмет. Это вещи, которые скорее были не предметами для боя, а скорее это были статусные вещи, которые символизировали власть. Подобные предметы находили и в других городах, которые были разорены во время татаро-монгольского нашествия. Фуд и резание стало исключением. Конечно же, археологи нашли бронзовую верхнюю часть булавы, а деревянную ручку сделали буквально сзади, чтобы можно было не только посмотреть, но и подержать ее в руках. Конечно же, она была найдена без ручки и, скорее всего, была и потеряна без ручки, потому что всякое оружие, которое оставалось после боя, его не выбрасывали, его тщательно собирали. Эти вещи были очень ценные. Поэтому-то мы и не находим большого количества оружия на местах сражений, на местах, где проходили обороны городов. Все эти предметы собирались, за исключением стрел или сломанных каких-то предметов, случайно потерянных. Возможно, и эта булава была случайно потеряна в бою, оказала где-то в сугробе и таким образом дошла до нашей крови. С этой и другими удивительными находками, сделанными на территории городища Старая Рязань, можно было познакомиться на историко-патриотическом празднике, который уже во второй раз прошел на территории первой столицы Рязанского княжества. Сейчас на этом месте просто ровное поле, огороженное древними валами. Здесь, конечно, ведутся археологические раскопки уже довольно давно, можно сказать, с 1822 года с перерывами, конечно. Но, тем не менее, люди должны чаще вспоминать о своей исторической родине, и поэтому надо лишний раз привлечь их внимание. И здесь мы решили устраивать такой-то историко-патриотический праздник. В этом году организаторам не удалось договориться с представителями небесной канцелярии, так что погода немного подвела. Но праздник она не помешала, и несмотря на небольшой дождь и легкую прохладу, на Старую Рязань приехало множество гостей. Для них была подготовлена богатая программа, которая включила в себя многочисленные мастер-классы, конкурсы и работу исторических станций. Организаторы постарались, чтобы приехавшие на праздник не просто развлекались, но и узнавали новые факты о жизни средневекового города. Так, например, на станции Старой Рязанская усадьбы посетителям предлагали угадать, какие овощи и фрукты в 12-13 веках выращивали наши предки и какие продукты сами производили. Здесь много всего, но из вот этой массы нужно выбрать то, что было в Старой Рязани именно до 13 века, до того, как она сожжена была монголо-татарами. Яблоки. Яблоки, да, здесь традиционно росли, и те косточки, которые сохраняются в различных слоях археологических, они находятся. Следующая станция знакомила участников праздника с жизнью в Старой Рязани через ассоциации. Первая станция, на которую попадают играющие, она как раз связана с запахами древнего города. Каждая баночка, которую предлагают понюхать игроку, ассоциируется с определенным местом города. Вот, например, первый запах. Чем пахнет? Это запах мокрого дерева, мокрой коры, коры дуба. Потому что первое, что видел человек, попадавший в Старую Рязань, это крепостные укрепления. Крепостные укрепления возводились из самого прочного материала, а таким материалом был дуб. Здесь и запах хлеба, так пахло в городских домах 12-13 веков, и запах яблок, и даже аромат одной из первых появившихся на Руси приправ – лаврового листа. Наконец, последний запах – ладана. Это запах ладана. Это запах храма. В городе было три храма. И вот все эти ассоциации потом раскрываются в дальнейшем на каждой игровой станции. То есть, пройдя по ним, можно представить себя жителем старой Рязани. На празднике можно было узнать не только о том, что выращивали и что ели наши предки, но и о том, в какие игры они играли. В Средневековье, конечно, жизнь была очень тяжелой. Горожане, да и сельские жители были вынуждены трудиться, не покладая рук. Однако, в минуты часы отдыха они развлекались, играя во всевозможные разнообразные игры. Часть игр к нам пришла с востока, такие как шашки, шахматы. Другие же игры прибыли к нам с запада, в частности, пришли к нам из Скандинавии. Из древнерусских былин мы знаем, что играли наши предки в Тавлее. На празднике можно было не только познакомиться с правилами этой игры, но и сыграть кон другой. Суть игр довольно проста, ценой собственной жизни спасти князя или конунга. Игра довольно-таки несложная, правила усваиваются очень быстро и, как мы смогли заметить, привлекает к себе и детей, и взрослых. Ну а на открытой сцене молодежный театр «Предел» показал одну из своих постановок, после чего выступил гусляр Любослав. Под его музыку и песни, как в древности, люди водили хороводы и, казалось, совсем перестали обращать внимание на капризы погоды. Сегодня все чаще люди искусства обращаются к прошлому, стараясь возрождать и продолжать традиции предков. Так художник Вадим Сташкевич создает свои работы по мотивам легенд сказаний и былин 10-13 веков. Познакомиться с его творчеством можно на выставке «Былинные песни искусства», которая работает на третьем этаже дворца Олега. За рубежом Вадим Сташкевич известен как художник, возрождающий традиции русского авангарда. Выставки его живописных работ с успехом проходили во многих странах, в том числе в Швейцарии, Германии, Италии. Интерес к национальной культуре, древним орнаментам, легендам, сказаниям у художника возник довольно давно. Постепенно он стал проникать и в его творчество. Именно тогда Вадим понял, что воплотить все свои замыслы в живописи ему не удастся. Разумеется, за все не возьмешься, потому что все требует времени и создания, и изучения. Поэтому керамика оказалась той формой искусства, которая очень гармонично продолжила мой интерес, который в живописи. Обратил свое внимание художник не просто на керамику, а на древнее изразцовое искусство, которое, как считают исследователи, появилось на территории древнего Киева еще в X-XI веках. Тогда сюжетами для изразцов служили моменты из окружающей жизни растительного и животного мира, легенд и преданий. Вадим от этих канонов не отошел. Более того, для того, чтобы детально изучить процесс создания изразцов, художник долгое время жил в монастырях, изучая исторические источники и таким образом постигая древнюю технику. Вадим отмечает, что исследовательская деятельность в его работе занимает едва ли не центральное место. Он старается максимально точно следовать традициям. Я очень стараюсь требовать к себе в этом вопросе, чтобы максимально отвечал изначально, насколько это возможно. Но, конечно же, пока делаешь работу, свое что-то личностное, которое внутри тебя спит, оно попадает, конечно же, через руки, когда создаешь и наполняет работу. И от этого никуда не деться. Это естественно, нормальный процесс. В то же время Вадим Сташкевич отмечает, что он никогда не копировал работы древних мастеров. Просто на основе их знаний, традиций, с применением современных материалов он старается создавать нечто свое, новое. Скорее всего, я люблю взять мотив, например, кинографический образ, керамические иконы равнопостольных Кирилла и Мефодия. Мне очень нравилось, как Дионисий это рисовал. А я керамику в керамике сделал, то есть в рельефе. Но в цветовой гамме я постарался приблизиться к дионисийскому иконам. Вадим Сташкевич родился в Рязани и всегда особое внимание уделял истории своей малой родины. Изучая предметы княжеских украшений до монгольской Руси, Вадим был удивлен тому, что образцы рязанских изображений нигде больше не встречаются и не описываются. Переплут Рязанский, он у меня представлен в разных версиях здесь, с тем, чтобы обратить на него внимание. Переплуты – это боги корня, они больше нигде не фигурируют вообще. И вот в контексте с грифоном, а грифон – это в веровании древних славян, это верхний пантон власти, ему все подчиняются. А переплуты, получается, это самый низ. Но их вид вот такой, что наполовину люди, а наполовину нигде существа, вот такого их больше нигде. И они не описаны нигде как существа. Меня интересует то, что настолько забыто, что уже неизвестно вообще. На некоторых работах, представленных на выставке, сюжеты эпохи развитой Византии. На других – архаичная символика. Художник поставил перед собой задачу понять, насколько возможна гармония различных эпох и стилистических форм в едином пространстве. Это своего рода эксперимент, который вызвал, кстати, я очень был удивлен и приятно удивлен, что духовенство Московской Патриархии признало вот эти формы важными для воспитания граждан, для русской истории. Вот 30-го числа июня в Коломенском, в действующей церкви, открытие было выставки моих работ. Поэтому происходит какое-то движение, и я чувствую, что не напрасно как бы, что Виктор выбран правильно. Узивительны не только сами работы Вадима, но и их оформление, к которому художник подходит не менее серьезно, и считает его неотъемлемой частью произведения. Я очень люблю старые дерева, старые предметы, брошенные, ненужные. И мне тоже, я люблю их использовать, чтобы вдохнуть в них новое содержание, новую жизнь. Потому что, когда едешь по Ярославской области, очень много сгоревших домов, на которых очень красивая резьба когда-то была, и превратилось в ничто. Я собираю эти палочки, досточки, и использую их потом в оформлении своих работ. Истории, легенды, воплощенные в живописи и керамики, соединяясь и рождают единую песню, былинную песню искусства. В этой необычной выставке было довольно необычное открытие. Вадим пригласил на него своего друга, гусляра Максима Гавриленко. Вместе они стараются соединять разрозненные кусочки творчества в единое искусство. Есть у Третьякова искусствоведа такая замечательная фраза, что искусство позволяет сделать незримое видимое. Очень замечательное. Не невидимое видимое, а незримое видимое. Я думаю, что наша совместная работа и приоткрывает тот пласт, очень характерный для русской культуры, когда сквозь лицо просвечивает лик. Ну а выступление Максима помогло всем присутствующим перенестись в прошлое, во времена Булин и их сказителей. Звучит музыка. К сожалению, выступление Максима быстро закончилось, а работы Вадима Сташкевича останутся в музее вплоть до сентября. Они также могут перенести вас в прошлое. По словам Вадима, на этой выставке можно найти ответы на многие вопросы, приоткрыть завесу тайных, познаний художественных и декоративно-прикладных традиций, переосмыслить преемственность в контексте времени и вневременных рамок. А тем временем в библиотеке имени Горького открылась выставка иллюстраций Татьяны Кносен-Полищук. Мы предлагаем и вам познакомиться с этими удивительными работами. Птицы, рыбы, кошки и другие. Именно так назвала свою выставку иллюстрации Татьяна Кносен-Полищук. Совсем ненадолго она приехала в Рязань из Голландии и решила поделиться с рязанцами своим творчеством, а следовательно, и своими мыслями. Ведь все, что изображает Татьяна, по сути, является событиями ее жизни, переосмысленными и выраженными в графической форме. Вот такой своеобразный дневник. То, что за день проживается, как бы вечером хочется просто это нарисовать. Вот и все. Татьяна просит не искать в ее работу глубокого смысла или философского подтекста. Удивительные даже в чем-то фантазийные женские образы, самые разнообразные животные, черно-белые или ярко окрашенные, от работ Татьяны веют теплом. И каждый сможет этим теплом напитаться и получить массу положительных эмоций, вложенных в эти иллюстрации самой художницы. Тут есть доля тоже какого-то позитива, может быть, юмора. Просто, чтобы люди оставались в хорошем настроении. Напомним, выставка «Птицы, рыбы, кошки и другие» работает в галерее на втором этаже библиотеки имени Горького. Это все, что мы хотели вам рассказать и показать. Увидимся ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова